Предлагаю обсудить соотнесение нескольких философских понятий. В первую очередь, понятие антологии. Второе – это понятие пребывания в дискурсе. Третье – это картина мира. Четвертое – это так называемое мировоззрение. Ну, можно сюда еще что-нибудь присовокупить или что-то еще. А вот идентичность, допустим, да? А метафизика? А метафизика – это не то. Все эти вещи говорят о неком пребывании субъекта в чем-то. Говорят, у этого человека такая-то антология, у этого субъекта такое мировоззрение, этот находится в каком-то роде в дискурсе. И что иначе. А этому мы пытаемся сменить идентичность. А у нее идентичность такая, что не ломается, не гнется, и в воде не горит, и ничего с ней не сделаешь. Вот. Ну, предварительно, чтобы эти вещи все охарактеризовать, можно посмотреть на эту ситуацию так. Но в самом деле, когда говорят, например, о идентичности, говорят о некой чтольности. То есть то, что человек думает о самом себе. Например, он думает, что я русский. То есть я сижу и думаю, что я русский. И вот это как бы мои идентичности. А мне могут сказать, что я не русский, я чуча. А то, значит, я буду этому сопротивляться. А мне скажут, что еврей, да. Но почему евреи? Ну потому что задачки по физике хорошо решаешь. Потому что русский не может так хорошо решать задачки по физике. Ты на скрипке играешь? На скрипке не играешь, слава богу. Значит, не еврей. Ну вот. Это вот. Это я просто с одним не был. Написывайте приятель, Альфред Шакиров. Альфред немецкое имя, но он был с чистокровным татарином. И он мне говорил, что я еврей. Я говорил, ну почему? Вроде бы Данилов, Игорь. А он говорит, а потому что только евреи могут так хорошо и быстро решать задачки по физике. Потому что я им решал задачки по физике. Вот. Такова, значит, ситуация. Вот. Когда мы говорим о монтологии, мы говорим о том, что есть поистине. То, что есть в основании всего. Ну, например, когда мы говорили о декартовской монтологии, мы видели, что в основании его лежат две некоторые вещи. Если мы мыслим их сущности именно такой, как они, а есть, то мы мыслим их существующие. Это вещь протяженная и вещь мыслящая. В самом деле, если мы смотрим на некий предмет, мы можем сомневаться, есть ли он на самом деле. Можем сомневаться в природе математических доказательств. Но, несомненно, то, что я их мыслю. Это я мыслю. У нас консистуирует некоторую дополнительную вещь. То есть некую чтойность, которая в самом себе предполагает некое существование. Может быть, вещи есть, но, несомненно, я сам для себя, когда я себя мыслю. Вот. Такова, значит, наша картинка. Когда мы говорим о пребывании в дискурсе, мы предполагаем, что есть некая устойчивая знаковая система, такая устойчивая знаковая система, что из которой мы не можем выйти в каком-то смысле. Мы все воспринимаем так, как она есть. Ну вот, можно ли говорить о дискурсе, когда мы работаем, скажем, с Набоковым защитой Лужина. Лужин выходит на балкон, и ему кажется, что вот это самое дерево сейчас ходом шахматного коня возьмет ту самую линию электропередачи. Вот это самая ситуация. Это человек талантливый. Он все, что на него смотрит, он видит с точки зрения шахмата. Ничто другое для него иначе как бы не существует. Это вот тоже такая речь. И, наконец, карта мира, или я думаю, что это то же самое, что мировоззрение, это то, мы что полагаем, как мир устроен. Правильно говорить даже не о некой цельности карта мира, это хоть и гирианское выражение, оно не вполне удачно. Почему? Потому что речь идет на самом деле не о карте, а об атласе карты. Никто не мешает человеку, например, когда он физик, заниматься, воспринимать мир как нечто цельное, физической точки зрения и одновременно через 5 минут приходить в храм и быть православным, там, греком, кем-нибудь, греко-католиком или кем-то еще, и пытаться принимать за, надевать на себя одежды мировоззрения, которые, если он серьезно задумывается, прямо отрицают то мировоззрение, которое он обладал, пока находился в физической лаборатории. Как раз наоборот, этого делать не сможет. То же самое, например, на боку. Человек не смог выйти из дискуса шахмат и применял ее везде. Если это и физик, то ты не сможешь прийти и полностью отдаться. Вов, я с тобой согласен. Именно поэтому пребывание в дискурсе отличается от мировоззрения. Мировоззрение воспринимается как набор карт. То есть так, как атлас-карт. Вот у него на одном месте одна... Именно мировоззрение, мировоззрения было много или мнение было? Мировоззрение установлено так, что это не есть некая последовательная ценность. Это совокупность карт. Карты мира. И у тебя вся Вселенная, она подлезла как к некоторому картированию. Но это не означает, что они есть нечто одинаковое. У тебя в одном регионе мира, в одном регионе бытия одна карта, а рядом в другом регионе бытия у тебя другая карта. Поэтому я говорю об атласе карт. По аналогии с общей теорией относительности Эйнштейна. Ну да, но это уже, так сказать, видимо, очень современное суждение, которое могло бы быть высказано лет максимум 30-40 назад. Раньше-то этого не было. Не знаю. Я не знаю. Скорее всего... Ну, быть может, быть может. Действительно, может быть, если испытатель в 18 век обязан был театистом. Вполне возможно. Картина мира современного человека, то есть во времена постмодерна, она фрагментирована, да, вот, развивается на регионы, причем индивидуального человека. С этими абсолютно согласен. Я утром могу себя чувствовать одним, а вечером другим абсолютно. И, так сказать, в интернете у меня некий образ, да, который не обязательно соответствует мне. Более того, сказать, очень много персонажей, известных блогеров, там они совершенно, так сказать, не соответствуют тому, что есть. То есть это заведомо игра. Но игра, которая, так сказать, переходит в некую реальность, становится реальностью. Их реальностью, да. Которая затягивает и прочее, и прочее. Нет, тогда для них, если это не действительно для них вот определенного рода игра, то это можно как бы пребывание, как смену дискурсов. Да, да, да. Ну вот я это и хотел подчеркнуть. Да, как смену дискурсов. Мне кажется, как массовое явление, это современное явление. Извините за этот талант. Быть может, быть может. Как массовое явление. Ну вот, я-то как раз вижу, вот смотрите, когда мы говорили об античности и говорили о том, что у нас все боги равны между собой в язычестве, что нет и архи богов, что это означает, что я поклоняюсь Афродиту только тем, что я вижу во всем красоту. Да, я, если я торговец или бог, то мой бог Меркурий. Или, да, или Гермес. Если я занимаюсь какими-то ремеслами, особенно железнодеятельными, то я Дефест. Мой бог Дефест. Мудрость Афина. То есть как раз, казалось бы, на тот момент люди вполне спокойно отдавали часто долг и должное всевозможным богам. У них был покровитель один, но они бы жили в Афине и отдавали. То есть, казалось бы, мир у них как раз был более многообразен, чем сейчас. Почему я полагаю, что в сегодняшний момент мир достаточно однообразен? Вот есть такое распространенное наблюдение, связанное с нынешним обществом потребления. Оно состоит в том, что как происходит общение двух современных людей между собой. Они тут же выясняют из них, кто из них главнее. А как происходит тот, кто из них главнее? А тот, кто больше и лучше потребляет. Когда такой человек говорит, что все, что для них происходит в мире, это появляется с определенного рода знаками потребления. Когда говорят, ах, я такие чувства испытал вчера на спектакле или каком-то еще. Это речь не о спектакле, не о чувствах. А речь идет о том, что человек указывает, что он находится в неком потребительском мире, что он принадлежит некому избранному потребительскому коку. Нет, но есть такое мнение, что потребление имеет эффект момента. Каждое потребление, то есть некое событие. То есть это черепа событий. Это, грубо говоря, не то, что нас приближает к вечности. И тем самым современный человек, потребитель, он испытывает некую неудоверенность и тягу к чему-то псевдосакральному, как то, таким понятием, как, допустим, нация. То есть нация, вот это род, вот это то, что было, как бы, считается, хотя нация возникла, знаете, как да. Ну ладно. Нейшн-стейт, я уже об этом рассказывал, понятие в словаре Вебстера провел в 1918 году. А само понятие нации было отрефиксировано более-менее в 1904 году, по-моему, или в 1904 году. Но тем не менее, современный человек, когда произошло разочарование в сакральном, по-вестему сакральном, или вот в том, что он считал сакральным, появились какие-то заменители суррогата сакрального, необходимые ему, ну, а почему необходимые, ну, по факту, мы же это видим. Я не особо вижу замену сакрального, я просто вижу вот так, как происходит вот общение, если раньше, ну, грубо говоря, язычник приходил в Афины и одновременно поклонялся Гефесту, и поклонялся Афине и так далее, для него мир существовал, как большое количество не связанных между собой форм. Если ты кузнец, то я поклоняюсь Гефесту, то есть, если я мудрец, то поклоняюсь Афине и так далее. То я на сегодняшний момент вижу очень интересную ситуацию, когда все, как бы, ведут себя исключительно одним и тем же образом. И главная субъектность, и единственная субъектность, о которой они говорят, это способность потреблять что-то еще. И коммуникация между людьми происходит таким образом, что они свои потребительские аппетиты или потребительские возможности сравнивают. Я ходил в свое время в качалку определенную роду, это было 10 лет назад, она была достаточно, ну, в тот момент их было немного, по-современному оснащенная и так далее, и стоило это очень долго. Хочу заметить, что они тоже ходили в качалку. Да, они тоже ходили. В речном дрейке. Да. То есть, какой-то универсализм был? Нет, я хочу сказать, что я слушал их разговоры в свое время людей. Парадокс состоит, что я достаточно долго туда ходил, год интенсивно, и два года время, и на следующий год и два, и два, потому что в далеком месте. Они всегда говорили об одном и том же. Они всегда говорили о том, кто какую машину из их знакомых купил. Единственный вопрос, был, мне это даже поразило, один раз я услышал, как люди обсуждают, между другим, и звонят по телефону, да, и говорят, о, да там, помнишь, там мой одноклассник, я насторожился, неужели исключение. Этот код, который в прошлом году купил BMW X5. Мне не кажется, что это просто проблема общения, а не самосудило. Люди просто как бы замкнуты и общаются только на том, что принято, хочу принято говорить. Это способ молчать, понимаешь, современный способ молчать, это говорить всякую ерунду. Быть может, быть может, но надо... Там уже 10 лет назад, в общем-то, не было и группы. Ну, и еще раз я хочу обратить внимание. С этим связан второй такой забавный подход, который связан с так называемым престижным потреблением. Я все время сравнивал, сравнивают талантливого художника, который продается его за многие-многие миллионы долларов в квартиру, талантливого парета, который, ну, у него стихи не продаются, ну, понятная причина, да? Что делает художника таким особенным? Его делает особенным так называемое престижное потребление. Оно состоит в том, что некоторые люди и очень многие люди потребляют нечто для того, чтобы показать, как они много могут потребить. И тут встает странный вопрос, который был невозможен, скажем, еще 200 или 300 лет назад. Потреблять или тратить? Это разные. Тратить, потреблять. Нет, нет, нет. Потреблять это, то есть, то, что ты потребляешь, то, что тебе нужно, как бы, да, в каком-то смысле, потому что от слова потребность. А тратить ты можешь тратить даже тут на то, что… Нет, они выдают, что им нужно, что вот, и у меня вот висит в прихожей картина вам года. Наш общество – это общество потребления или общество траты? Потребление. Наш общество – это общество потребления. Есть убеждение, как бы, обладаряю, что наше общество – это общество траты и растраты, а не потребление. Я думаю, что потребление. В основе лежит все растрата. Тратят не то, что тебе нужно, не из потребности, а просто для того, чтобы создать имидж. Это тоже потребление. Просто потребление как такового ради потребления. Смотрите, потребление от слова «потребность» это... А общество траты, общество траты, это общество потлоча. Потому что потлочи – это общество траты. Так вот, есть, как бы, я говорю, что впечатление, что современное общество перестало быть общественным потреблением, стало общественным этого. Ну, я с этим не согласен, потому что все-таки золотой батон – это нитрата. Я подозреваю, что те люди, которые покупают, огромные виллы, они, может быть, в некоторых комнатах вообще никогда не бывают. В принципе, они купили, там 10 лет прошло, а там 10 комнатах никогда вообще не были. Это означает, что они не потребляют то, что покупают, это просто общество трат. Нет, смотри, просто нельзя… Ну, потратить на виллу, а не потребить. Мне кажется, это разные точки зрения. Нет, нельзя говорить. Я их еще раз говорю, что… Вот тот же Женя же часто говорит, что что-то там потратил, и это как бы и есть подлощ. Это не так. Я все право, Почпода не говорю, я говорю, что, как бы, вот, маленькое уточнение. Мне кажется, что, вот, говорю, что общество потребления, если исследовать слово потребление, хотя ты можешь сказать, что другой смысл вкладывать, то оно указывает на то, что люди покупают то, в чем у них есть потребность. Они потребляют то, что потребено. А общество траты, оно переходит через потребность дальше, и уже… Ну, я думаю, что это разговор о словах. Мне кажется, что… Потому что потребность, скажем, самоутверждение, потребность перед другими… То есть просто то, что я называю престижным потреблением, ты называешь тратой. А я траты понимаю в смысле потлача, пошел, уничтожил и всем раздал. Я больше согласен с тратой. Как ни странно. Нет, это… А трата – это удержание. То есть главное – движение. Трата – это уничтожение. Движение, сохранение. Потребление – это же самое. Движение – это сохранение. Ну, как, потребление, ты потребляешь, это все. Это изничтожение. Потребление – это изничтожение. Да. Я покупаю виллу, я же ее не уничтожаю, я просто перевел один, грубо говоря, актив к другому. Так это и говорить, что не потребление траты. Ты как раз приметруешь, и трата чистая. Потребление в том смысле, что я, купив там виллу, удовлетворил свою потребность в возвышении над окружающим. Как ты возвысился над окружающим? У других ста тысяч людей вокруг тебя точно такие же виллы. Как ты возвысился над окружающим? Значит, я к ним подошел к этим статичным. Просто, на самом деле, есть момент того, что ты должен этим тратить. Как-то твое положение обязывай, да? Тратишь ради траты. Нет, не потому что даже положение, а потому что трата, она необходима. Если не будет траты, то просто то, что было, исчезнет. Капитал должен двигаться. Мертвый капитал, это мертвый капитал. Мы говорим только о капитале, мы говорим об общей философской термии. Если есть акция, то ты вынужден рано или поздно их продать, да? Понимаешь? Ты покупаешь… Твое владение картиной? Да. Никак с акцией не связано. Ну, владение вот картиной. И хочу отметить, что в этой ситуации, в ситуации так называемого престижного потребления, в ней, оказывается, главный не художник, который эту картину нарисовал, а человек, который выдал справку о том, что эта картина подлинная. Игорь, можно еще маленькое замечание сделать? Ты, на самом деле, разрушаешься из недостатков. На самом деле, как ни странно, если человек покупает что-то ради каких-то престижей и прочего, у него есть недостаток, этот престиж как бы получит. Да. А представь себе теперь, у тебя денег, избыток настолько, что ты можешь позволить себе вот все. Вот такие люди сейчас есть. Это не избыток, а просто у тебя есть деньги. Ну, тебе все. Ты просто вынужден купить квартиру, чтобы сократить эти деньги. Нет, подождите. Вы просто, на самом деле, современный мир – это мир избыточных средств. Нет никакой недостатка. Он не покупает картину, потому что она ему покрывает какой-то недостаток, а просто настолько избыток просто их забил. Недостаток, недостаток. Именно недостаток. Еще раз говорю, что… Недостаток социального уровня. То есть, в современной социальной пирамиде устроен почти telemedia… Но кому-то его еще доказывает? Я говорю, ты сам себя, и кожа,… Ты не движет к шейсу! И снизу, смотря наверх, тебе кажется, что, ты не имея то положение, тебе кажется, woman lived недостатком. Нету там недостатка. М., Недостатка уже живут. Так. Еще раз говорю, там проблема состоит в том, что уже нечего употреблять, там же все употреблено! Может, кстати, он доказывает самосипеде. Он никак сам употребить уже не может, он, может, только еще больше тратите и все!!! Не там сам, сам себе 262. Он пребывает в дискурсе или пребывает? Взгляд пролетария на то, как живут богачи. Взгляд пролетария всегда будет думать, что он просто там больше кушает. Понимаешь? Я тут все ему не доедаю, а он там больше кушает. И все. И ты так рассуждаешь, как будто там есть какой-то недостаток другого вида, престиж или неважный. Он больше кушает просто. И все. А суть-то не в этом состоит. Представься человека, которому уже нечего желать. Нечего желать, в принципе, вообще нечего желать. Чем он занимается? Нет. У него все есть. И престиж, и все эти машины там в гараже сто штук стоят. И там квартиры, дачи, где угодно во всех точках мира. Он может позволить себе все. Так это проблема? Вот какая проблема. Тогда на самом деле на цену уходит именно трактор. Проблема не в этом. Проблема. Он не может не желать. Он не может остановить... Если я могу не желать, я, обыкновенный пролетарий. Представь, как может не желать тот, у которого денег бескрайний. Допустим, он не ограничивает. Мы же говорим не о каких-то отвлеченных людях. Мы говорим о том, что они... Ты говоришь, как пролетарий, а голодавший. Несмотря как живут... Я смотрю, как люди живут. Ты не смотришь. Возьми, где пролетарий? Нет. Я вижу, что другие пролетарии, офисного труда или кого-либо еще, вот они таким образом и живут. Они приходят и сравнивают, кто какой автомобиль купил. И у них дискуссия строится по поводу того, что каждый показывает другому, что он принадлежит какому-то более нелитарному кругу потребления, чем первый. И вот они между собой не так и сравниваются. Это наблюдение психологическое и далеко, как бы, так сказать... Игорь хочет перейти, как бы, к более понятной... Более общей понятной, как дискуссии, живет ли человек... Такого факта просто нет. Просто он указывает на факт, какое-то ограниченное количество людей может быть так же. Как бы, ты указываешь на ограниченное количество людей, которым нечего больше желать столько. У меня таких знакомых нет. Ну, в чему ты желаешь? Ну... Понимаешь, как определяется желание? Если бы кто-то что-то желает, то он действует. Да. Если ты человек живешь и ничего не делаешь, то это означает, что... Смотри, ну, я-то как раз... Мы в частности углубляемся, по-моему. Да. Давайте, в чем смысл прощаться? В смысл стоит, что я пытался описать определенного рода картину и задать по поводу его вопрос. А чем это и является подобного рода положение дела, вот это обстоятельство, обстояние дела? Это пребывание в определенного рода дискурсе. Это подобного рода мировоззрение. Это онтология или что-либо еще. И на этом... Вот потребление. Да. Вот такого вот свойства взаимоотношения между людьми. Вот так называемый... Черковский образ. Средний класс. Вот как вот живет средний класс, который показывает, стремится к тому, что он принадлежит к более элитарному клубу потребления, чем окружающий. И вот это постоянно обозначает свой потребительский... Неонтология, правда же? Да. Совсем неонтология. Есть ли это отношение к миру? Есть ли это подобного характерирования бытия? Потому что ты с ними приходишь, ты с ними пытаешься общаться. Вот мы же собрались в семинар, обсуждаем какую-нибудь конкретную интересную вещь. Мы же друг другу не доказываем, что мы принадлежим какому-то интеллектуальному обществу потребления, которое потребляет стихи, разговоры о философии или что-либо еще. Мы же занимаемся чем-то другим. Другие точно так живут. Нет. У тебя странный перенос. Другие какие-то живут иначе, а вот мы живем так. Да. У тебя на самом деле обозначение неоправданное. То есть ты встречаешь в качалке где-то два с половиной человека, которые... Не-не-не, я на каждом шагу такого не встречаю. Может, и ты на каждом шагу, понимаешь, а другие на каждом шагу такого не встречают. Я как раз не встречаю такого, что употребление как-то стоит в центре. Такого нет. Да, да, да. Нет такого. И вот об этом идет речь. Приходит эта девочка, собираешься купить линии афродизиак в лице водки пол-литра, да? Что, говорит она? Я же водку не пью, а только текилу. Мне, знаешь, интересно, если вот сейчас вот, как бы, сходить в это психбольницу, и на основе наблюдений потом сказать, ну, почему-то все люди какие-то сумасшедшие, вот они наполеонами все считают там и прочее. Из этого, как бы, обобщить на весь мир, и был бы, как замечательная социальная философия. Так же у тебя, понимаешь, основываясь на каких-то частных личных примерах, как бы, ты пытаешься выводы сделать глобальные, как-то это немного странно. Нету, потому что, вот смотри, как бы, если говорить метафизически, есть два вида желаний. Первое желание – это недостатка, а их называют потребностями. И, действительно, отсюда вырастает общество потребления, поскольку, на самом деле, основная базовая задача человека состоит удовлетворить свои потребности. Но на определенном уровне общество достигает такого богатства, что все потребности в целом удовлетворены. И тогда остается желание, у которого нет недостатка. Нет никакого, вот у человека есть, допустим, машина, квартира есть, там хватает его на еду, дети накормлены. У него, в принципе, так, в среднем все нормально. Ему нечего желать. Понимаешь, откуда возникнет желание у человека, которому удовлетворены все потребности? Вот проблемы современного общества. Отсюда же потом решение этой проблемы возникает, например, отсюда люди, когда уезжают, бросают работу и прочее. Как это называется? Дан Шейфинг. Дан Шейфинг возникает. Это, на самом деле, результат решения этой проблемы, что нечего употреблять. Они считают, что, как бы, достигая никого уровня, что вот ничего не надо. Вот он поедет куда-нибудь на берегу и там оставаться. Все. Потому что нечего желать. Это, на самом деле, серьезная проблема, когда древнего человека, они настолько пробовать жили, что им постоянно было куда расти было. Середний человек, капиталистическое общество, тоже еще в древней, ну, недавней капиталистическом обществе еще тоже было куда расти и желать. Сейчас мы живем в такой мире, где компьютеры и прочее много всего, маленьких бездушек и всяких вещей, что нам уже желать просто нечего. У нас мы можем за умеренные деньги, в принципе, приобрести все то, что только человек может пожелать и придумать себе во сне так скачать. Все, что можно только сделать, мы можем достичь этого и быть в состоянии апатии, потому что дальше нечего желать. Вот проблема. Мне кажется, эта проблема более актуальна, иначе проблема каких-то конкрет-даунов, которые обсуждают машину. Ты не разделяешь в вопросе нечего желать, само по себе желание, и что оно желает? Само по себе желание, оно никогда не удовлетворится, потому что оно просто есть. Вопрос только в том, на что оно направлено. Сейчас оно направлено вот на эту фигнюшку красненького цвета, а на желание все равно требует своей реализации, да, все равно будет на фигнюшку силёненького цвета синенького. То есть само по себе желание... Нет, я... Ты мне тогда такую вещь объясни. Вот есть ещё же, помимо того, что там поел, попил, что-либо ещё что-то купил, есть желание как бы... определенного рода социальных взаимоотношений. То есть, грубо говоря, карабкание по этой пирамиде. По социальной. Ясно, что когда ты карабкаешься по некой социальной пирамиде, по этой... По социальной пирамиде, то у тебя всегда количество мест чуть-чуть выше тебя, всегда их будет меньше, чем на другом уровне с тебя. Она пирамида. Ещё раз говорю, что есть просто социальная потребность в общении, а вся коробка карабкания – это часто. Но, тем не менее, есть некая потребность в признании, есть потребность в определённом роде принадлежности социальной архии. Если потребность в признании достигается на достаточно низких уровнях, это как потребность в признании? Не знаю. А когда люди вернутся, что здесь больше похоже на образ поведения, который принят в данной социальной группе. И если, допустим, в данной социальной группе, конкретно, распространён такой порог, как, ну, скажем, с некоторой другой точки зрения, порог как товарный фетишизм, то, значит, и будут члены этого социума восследовать этому порогу. Я считаю, что это норма. Хотя, с посторонней точки зрения, это может выглядеть как порог. По-моему, вот всё, что там сказано, описывается этим понятием давным-давно, я замечу, как товарный фетишизм. Есть вполне вот такие, так сказать, да. Вот некоторые женщины, допустим, не могут не выйти из магазина там. Не купить в чате. Да, да. Или некоторые бабушки не могут там дня провести, чтобы не купить чего-то внучке. А потом эти вещички разводятся там подачи, по квартирам, по-разному. Дарятся дети другие, какие-то вещи найти не нужно. Так нет, это такие горы, да. Грушечек, вещичек, тапочек, туфелек, платьиц собирается. Что это? Вот это и есть. Вот это явно... Понятно, да. Я уже приводил, какая это подача. Примерю, что 73% книг в Германии покупается в качестве подарка. Да. То есть книги не читаются? Да, принято. А когда человек хочет прийти куда-то куда-то, что-то ему сказать... Политический патрон. То он его сделал. Я хочу обратить внимание, что в этом смысле нельзя сказать, что тебе пришлось, и у тебя нечего больше желать. Наоборот, люди желают более высокого положения в социальной структуре общества. И это обеспечивается в настоящий момент не титулом, не чем-либо еще, а тем, что они демонстрируют то, что они принадлежат к более высокому уровню потребления. Или к более высокому. А к тому, к той самой уровню социальной иерархии, на котором они находятся. Вот бабушки, которые хвастаются, сколько они, внучки, какую-то штучку купили, понимаешь? Да, да, да. Между собой. Они собрались и расскажут между собой. Между собой. Они между собой. Машинами, а качки машинами хвастаются. Да, да. Даже с древней Огонь. Вот как раздражены соревновательные. Здесь нет ничего-то особенного. И в древности соревновались у нас быстрее, и так далее. В том, что здесь это происходит вот этого рода карабкание по социальной пирамиде происходит тем, что ты демонстрил, что принадлежишь к более высокому социальному потреблению. первых карабкание по пирамиде у Мадрияль есть такое замечательное наблюдение, что многие вещи, которые мы говорим, мы говорим исходя из того, что как будто бы так есть на самом деле, как будто бы хотя бы утверждаем должное. Вот, например, у нас в нашей культуре принято, что мы должны карабкаться по социальной пирамиде. Нет такого никакого карабкания по социальной пирамиде. То есть так же, как у нас есть, половые органы должны заниматься ежесекундно сексом. Но нет же такого, никто ежесекундно сексом не занимается. Просто не надо вводить капиталистические какие-то, я бы сказал, капиталистические. Почему? Потому что, если у тебя есть половой орган, ты должен как бы извлекать из них прибыль. Если у тебя в социальности, ты должен из социальности извлекать прибыль, чтобы вот это карабкаться. Нет такого на самом деле. На самом деле это не так. И как бы простое наблюдение, как бы оглядываясь, ты понимаешь, что это не так. Есть, конечно, отдельные индивиды, которые этим занимаются. Не отдельные. Чего? Это массово носят. Нет, это не массово носят. Я тебе уверяю, что это носит не массово. По моим наблюдениям, что нет такого стремления куда-то карабкаться и нет такого стремления, чтобы ежесекундно заниматься сексом. Такого нет. Хотя на самом деле капиталистическое общество нас учит, что все должно быть капиталом, что все должно приносить ту или иную прибыль. Все должно работать. Это нам пытаются внушить. Раз ты занимаешь какое-то карьерное положение, раз есть возможность его улучшить, значит, ты должен его улучшать и так далее. Но это совершенствование, как бы в кавычках на самом деле, это как бы требование капитализма. Производство. Производство. Но это не то, что оно есть на самом деле. На самом деле этого нет. Производство социального некое. Ну, якобы социалист требует, чтобы мы куда-то росли. Нет такого на самом деле. И вот он шифтинг, а где нам показывает, что этого нет? А что есть? Ну, есть некое вот разнообразие. То есть многообразие есть в проявлении. Мне какого-то одного ежеского говорит, что все так. Да все так. Подподобляющее большинство, да? Нет. Вот видишь, как бы у тебя просто... Ты так презираешь людей на самом деле, что у тебя почему-то как бы... Ты-то хороший, ты сразу такой вызов. Я не такой. А вот другие, он уроды. Да, и мне вас жалко один. Я сходил в качкам, увидел, что они уроды. Значит, все уроды уроды. А один я такой замечательный, весь такой прям, весь такой в салфанной упаковке, блещуток прям, красивенький такой. А вот такие все вонючие... Слежие смазки. В салфанной упаковке и смазки, да. Да, вы такие гаденькие, понимаете, как мне важно. Мы же, мы же, мы же... Давай так вот. Ну, а что вы бессместраста говорите? Говорю, надо перейти на язык все-таки желания. Понимаешь, как работает желание. И мне кажется, на языке желания такого нет. Чтобы... Прежде желание, у которого нет... Который нет... Вот если есть, смотри... Нет, нет недостатка, а... Есть непременное желание. Вот этот же мальчик, который шапки-то воровал в туалетах. Да? Что? А... Мальчик, который в шапках, в этом... У него... Ясно, что уже очень быстро, достаточно скоро, он мог позволить себе на твоем языке все что угодно, да? Этот мальчик. Но тем не менее золотой батон-то родился. Ну, Игорь, условно говоря, если прийти в псих-больницу, можно такие... Видимо, я в зубы... Представляешь, приходишь, а там человек ходит и думает, что он Наполеон. Давай сейчас об этом рассказывать всем. Надо было слушать. Вот. Я видел человека, который был наполеон. Ну, при чем здесь это? Еще раз говорю. Нельзя на основе каких-то отдельных единичных случаев. По индукции об обобщении все. И работа этими людьми воспринимается точно так же. Какими этими людьми? Где эти люди? Мы. Мы. Которые золотыми батонами. Я еще раз говорю. Тогда ты рассказываешь, что есть какой-то контингент людей, какой-то особый. Ну, хорошо. Тогда, значит, давайте не будем его обсуждать. Я просто говорю, что для подобного рода людей желание безгранично. Желание – это всегда желание, карабкается вверх по социальной лестнице. Почему? Потому что так оно устроено. Вот они так берут и карабкают по социальной линице. Федомиологический факт. dåмениологический факт. Люди, которые... ücht Orth 얼굴, так сказать, что есть 0,0% тысячraphones. Подавляющее большинство людей. Молодíкей, мы попозорились над всю страну. Какое подавляющее большинство людей? Ну нет такого. Никто не хочет никуда копаться? Во-первых, некуда копаться. Во-вторых, некуда копаться, а во-вторых, никто не хочет этого. Зачем? Есть какое-то ограниченное общество людей,esome и ограниченное, которое это хочет почему-то, и все. Люди, на самом деле, хотят не вершины, а счастья хотят. Где же ты видел, чтобы люди карабкают на ветвь и добили счастья? А где же ты видел людей, которые хотели бы счастья? Потому что это стандартная, античная пародия, что все хотят благо. Что? Все хотят счастья. Ну так благо в никаком смысле? Благо хотят бытия, в смысле? Ну, в смысле счастья. Реализованность и реализация. Люди хотят счастья. Вот он и карабкается. Хотят благо. А где будет, что благо, то он наверху. А счастья в смысле ощущения блага или счастья в смысле владения чем-то вещественным? Ну, разные люди по-разному это понимают. Я имею ввиду, что почему благо только наверху, это непонятно. У тебя была благо только в карабке. Да. Люди эти понимают благо, как стремление вверх. А у других благо состоит то, чтобы тауншифтик осуществлять. То есть у нас есть группа людей, которые по-разному понимают стремление, которые по-разному понимают понятие благ. У кого за благо это просто внутреннее ощущение и ему не важно, есть у него машина или нет. А есть люди, которые не могут представить себе благо, то тоже ощущение этого блага без наличия машин. Я хочу сказать, что речь идет, что есть некое желание у некоторых людей, которые мне еще больше желают. Так и получается, что эти люди, которые хотят блага, хотят счастья, все время у них это желание имеется на лицо. Желание не прерывает. Желание не прерывает. Оно есть всегда. Желание не прерывает. А противоречие ты тут не чувствуешь? Что на самом деле есть желание понимать смысл недостатка. Получается, что они никогда не имеют чего-то, чему-то стремятся. Это означает, что, например, стремясь к благу, они его не имеют, они находятся в постоянном разладе с этим. Да. И они постоянно к нему стремятся. Да, да. А я же говорю о том, что… Конечно, конечно. Ну, это вот. Ну, потому что ты всякое желание сводишь к недостатку. Что всякое желание поточит предварительную недостатку. Да, конечно. Ты уже Платон отмечал, Платон. И ты это сам любил говорить о том, что есть желание, которое сверх недостатка, которое не имеет никакого предварящего недостатка. Не желание есть, а наслаждение. Ну, желание. Да нет, на самом деле… Я не о желании не говорил, я говорил о наслаждении. Да. Наслаждение без недостатки. Наслаждение… Чистое наслаждение сознания. Давайте не будем терминологически ступать в спорте. Наслаждение уже нагружено в дополнительную информацию. Потому что лучше говорить о желании. Почему? Потому что есть потребность, которая потребляет, которая предварящая насадка. Желание. Не без изъяна, как его назвал, это… Как это там… Не важно. Батарея, что ли? Не Батарея, там… Ну, не важно. В общем, да. Один из эксистенциальных философов. Что? Вот есть желание своего рода, которому нет никакого предварительного недостатка. На самом деле мы живем в мире, где потребности в целом удовлетворены. Мы живем в мире, в котором желание никакого недостатка предварительного не имеет. Такое желание, оно не имеет стремления куда-то расти. Так, а почему тогда мы все стремимся купить машину, купить дом побольше, купить продуктов побольше, лучше, покачественнее, поехать потеплее где-то… Я сейчас вам скажу, не надо кричать, потому что потребность никуда не исчезла. Потому что потребность циклична, она всегда есть. Когда мы потребность удовлетворим, это означает, что есть цикл, мы живем в этом цикле, и мы постоянно удовлетворим свои потребности. Но у нас есть теперь возможность, на самом деле, желать того, что по ту сторону, всякого рода недостатки, всякого рода потребности. У нас не правильно и говорили, что есть сверх того. Нет, смотрите, я и говорю… А я думаю, что все сводится к этому… Да, я хочу заметить, что на сегодняшний день действительно у нас накрыться, прикрыться, поесть – это удовлетворено. Но потребность и не в этом. У тебя главная потребность, которой она является – это потребность в архиве и социальном признании. Это неправда. И на сегодняшний день дело устроено таким образом, что путем сверхпотребления мы эту потребность и повышение своего социального статуса удовлетворяем. Вот так устроено массово. По крайней мере, массовая культура все нам предлагает вот эту самую ситуацию за ситуацию некой истинности. Игорь, это же заблуждение. Почему? Она не оправдается именно… Теремиологически не оправдается. Это просто по факту существует. Да, да. Я думаю, что реальности не соответствуют. Почему? Как раз реальность и диктует нам правила, про которые мы, если мы не будем самоутвердаться в обществе, то мы должны будем умереть. Знаешь, что проблема на современном обществе? На современном обществе проблема состоит в том, что люди отказываются на социальном. Наоборот, проблема состоит в том, что, как бы, вообще говоря, социальность оперативная. Он говорит, призывает, давайте как бы устроим суперсоциальное соревнование. Будем двигаться… В качестве этого… Как будто бы. Как будто бы. Но на самом деле это смысл как бы социальности может быть, можно так считать. Но на самом деле проблема состоит в том, что люди отказываются от социальности. Наоборот. В качестве опровержения. Увидения лица. Увидения лица. Своя личная жизнь. Своё личное пространство там. Как раз наоборот. Отказываются ходить голосовать. Отказываются участвовать в социальной жизни. От всего отказываются. Наоборот. Идёт как бы. Обратное движение. Вот это и понятно. Ребята. Как раз просто код примера. Фейсбук. Инстаграм. Вконтакте. Количество людей как раз наоборот. То есть люди стараются наоборот. И как можно больше. В Фейсбуке мне интересно. Чем больше у тебя… На самом напрямую. На самом напрямую. Чем больше у тебя… Крапливаешься, крапливаешься. Это просто напрямую связано. Это фемиологическое доказание. Это известная вещь, что люди, пользуясь социальными сетями, воспринимаются значительно более несчастливо, чем остальные люди. Потому что что такое в основе своей социальной семьи. Сходил в ресторан, сфотографировал. Съездил в Таиланд, сфотографировал. Куда-то ещё съездил, сфотографировал. И это… А общения бывает в твоём понимании? Фейсбуке нет. Вообще общения бывает? Вообще у людей. У тебя… На самом деле, изначально у тебя человек – это социальная экскотипка. Да. Вот о чём говорить. Имея такую, скажем, картину мира, да, мою, как можно её переносить на всех. Как уже… Ты говоришь, что у тебя говёная картина мира. Ты говоришь, что вы все помазаны это каркашкой. Потому что я вижу всё через… Ну так-то он не говорит. Ну так. Это немножко… Социальная экскотипка. На самом деле, это ведь не так. Да. Такая… Более обладительное общество. Я понимаю, почему психологически ты так защищаешь своё положение. Ты так вот… Как ты живёшь скотской службе… И считаешь, что другие живут ещё более скотской жизнью. Да. Тебя невидомёк на самом деле, что другие, может быть, живут более какой-то духотворённой жизнью. Есть там верующие, да, есть там… Какие-то там интересующиеся люди, да, там… Какие-то, может, интересы есть там… Так верующих… Конечно, они что такое… В верующих задача, как можно ближе быть к Богу. Опять же, сказать, скромно… Да я на них… Это просто означает, что они активно живут. Ты живёшь… Живёшь… И возникает проблема активности. Потому что теперь оно может осуществиться только как некая активность. Нет никакой побудительной причины, по которой, например, он будет что-то осуществлять. Если желание… Что потребность? Потребность. Вот тебе, ну, хочется попить. Ты можешь день не пить, два не пить, но тебе всё равно не попьёшь и умрёшь. Ну… Ты можешь осуществить… Это принудительная необходимость. Ну… Потребность, на самом деле, нас заставляет осуществлять свою деятельность, которую надо призывать. Попить, поесть там и так далее. В чём смысл желания, которое не имеет предварительной достатка? Ты можешь вообще его не осуществлять. То есть, на самом деле, ты, на самом деле, занимаешься каком-то активностью, которая вообще не нужна. Как бы, нет никакой побудительной причины этим заниматься. Например, ты, допустим, коллекционируешь марки. Ну, нет никакой побудительной причины. Никто не коллекционирует по кругу тебе марки. Только ты один. Почему тебе это интересно? Ну… Он пишет с ними вот такими странными вещами, типа интерес там такой, да? Который по ту сторону вот тех вот твоих дурацких рассуждений, там, я говорю, что есть, что куда-то надо стремиться, что там надо… Кому-то доказывать. Ничего не надо доказывать. Тебе просто это нравится и все. Почему так? Вот ты… Интересно? Хорошо. Нет, я хочу… Хочу… Вот я вот эту ситуацию, вот это… Потребление, как в качестве протеза социального, да? Которую я описал. Вот встает вопрос по подобного рода людей, которых… Я была техними вокруг себя, я вижу в большом количестве вокруг… Ну, это значит, твои очки личные. Да, это мои личные очки. Для них, что является ли подобного рода вещь? Это что? Упражнение в определенного рода дискурсе? Это определенный дискурс? Это у них антология так устроена? У них так мировоззрение? Или так откортирован их мир? А в чем разница есть? Ну, все же разные вещи. Ну, наверное, не антология все-таки, да? Раз это не антология, значит, они в этой ситуации, в которой они находятся, они в ней не удовлетворены, они в ней не уверены. То есть они должны ее постоянно доказывать самим себе, раз это не антология. Это антология – это то, что есть поистине, на то, в чем самим вас и нельзя. А, то, что они вынуждены доказывать постоянно. Интересно. Да. Они, поскольку это для них не является антологией, ведь обратите внимание, что пребывание в дискурсе никогда не находится в неком пребывании в равнодушии. И дискурс, в чем его главная особенность? Тем, что он все время пытается бороться с языком и выдать себя за язык. Ну, это единственный возможный язык – язык описания мира. Поэтому человек, который находится под воздействием какого-то или иного дискурса, всегда находится в некой ситуации недовлетворенности, ситуации фрустрации. И поэтому он постоянно должен доказывать себе, доказывая самим себе, что то, чем он занимается, есть как бы поистине. А правда? Да, оправдывает, да. Для человека, пребывающего в рамках той или иной антологии, это не так. Антология Анатольевича, в чем не сомневаешься. Правда же? Или нет? Ну, просто мне кажется, что в современной ситуации нужно… Как бы говоря, работая врачом, он должен все время доказывать, что он врач? Или он является врачом, и ему не нужно доказывать, он просто в этом уверен? Да. Вот в ситуации формы тебе не нужно доказывать, что ты врач. Если ты находишься в пребывании формы, в смысле, кто там Асклепи, в смысле Бог, врачей, ты вот к нему пребываешь, тебе это доказывать не надо. Если ты пребываешь в дискурсе, то это получается не форма как таковая. Вот, наконец-то получили хоть какой-то результат за сегодня. То эта штука, вот, например, когда ты находишься в этом своеобразном обществе потребительском, которое я вот так описываю, то ты все время находишься в ситуации фрустрации, все время доказываешь, что то, что занимаемся, это есть, и это как бы и твоя единственная реальность. Единственная реальность не только тебя, но и других людей. Да? Не, я просто хотел сказать, мы уже это обсуждали, современные ситуации, то есть ситуация, кажется, о неможественности онтологии, которую каждый человек осознает. Почему онтология – это то, что есть поистине, я не вообще понимаю? Ну, по определению. Антология – это то, в том, чем нельзя смениваться. Антология – это то, что есть существующее. Не в рамках чтольности, а то, что существующее. Я думаю, что не то, что есть, а вот если сказать, что «как должно быть», я бы согласился. Вот «как должно быть» это как раз наоборот уже есть… Идентично. Это уже идентичность, да. Это нужно доказывать. Если мне говорят, ты еврей, ты еврей, ты задачки по физике хорошо решаешь, я говорю, не, я русский, потому что это не действие, а то, что мне надо оказывать. Тебе заказывают еще привязать Декарту, если я, если онтология, получается, использую только то, что я есть. Да, или карта мира в категорианском его понимании. Нет, 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 нет. Ты сначала не мир, ты сначала карта мира. Ты должен быть русским, поэтому ты русский. Да. Антология-то твоя. А тебя смущает некий внешний наблюдатель. Русскость, русскость, это не антология. Нет, ну в данном случае. Эдентичность. Эдентичность, да. Да, которую нужно доказывать. Внешний наблюдатель тебя смущает, называя тебя тем, кем ты не являешься. А ты, поскольку ты не знаешь, кем ты должен-то быть. Ты наставил, да, на своей идентичности наставишься. Если ты должен быть, ты и есть. Нет. Кем должен быть и кем есть разные вещи. Да. Да. Идентичность, с кем ты должен быть. Мы об этом из-за этого договорились. Идентичность, это я воспринимаю то, чем я должен быть. Я все-таки наставившись на множестве антологий, которая состоит не просто в том, что как бы есть люди, у которых разные антологии, а которая состоит в том, что ты понимаешь, что ты можешь стоять на позиции разных антологий. Что ты можешь быть, с одной стороны, христианином, допустим, да, и у тебя будет одна антология, а с другой стороны, атеистом. И это одновременно, понимаешь? А возможно ли такое? Да. Если это антология, то это невозможно. Если у тебя отласка, то возможно. Я спокойно так пребываю. И я подозреваю, что многие люди так спокойно пребывают. Понимаешь, что это нет ничего особенного, когда ты можешь внутри себя покоиться на разных антологиях. Как христианство, что Бог есть на атеистическом, что и у него. Я хочу заметить, что нет никакого противоречия между тем, чтобы между выражением «так должно быть» и «так есть». Если «так должно быть», почему же это не есть, да, это и есть. Вот. Почему так и если здесь возвращаться к тем же русским? Пока есть. И вот все рассуждения, где они есть, русские, но я не знаю, что я должен пойти. На которые опирается Игорь, да? Они говорят «отложно». Да, вот пришел к убеждению, и Гаршин, так должно быть. Правильно? Да? Я с модальностью не вру. И поэтому так и есть. Так должно быть, и так и есть. Просто на самом деле антология идет дальше. Антология идет дальше. Антология или картина мира. Фактически антология – это и есть картина мира. Вот она рисуется и развивается дальше. Вот этих, исходя из этих аполитических достоверностей, да? Дальше рисуется, рисуется. И получается так, что мы в конце концов и воспринимаем мир через картину мира. Вот как пишет Хайдеггер. И в прошлый раз мы об этом говорили. Мы воспринимаем уже мир как антологию. Не как антологию. Как картину мира. Как картину мира. Но картину мира, антология – это разные вещи. Не ограничивается вот этими самыми. Антология не ограничивается аполитическими достоверностями изначально. Она на них опирается и строится. Декартовская антология, платоновская антология, на других основаниях совершенно. И на абсолютно другой позиции. Кантовская, да? Хайдеггеровская. Это все антологии. Но это своеобразная картина мира. Я бы не знал, что это все антология. Но почему же не все? Это как раз, что это решение, скорее конструкризм. У нас же есть различного рода мировоззрения. У нас мировоззрение, но не обязательно цельное. Не обязательно. Сегодня христианин, завтра ученый или еще кто-то еще. Но не цельное ни в коем случае. Но это мировоззрение, это не антология. Ради найти как бы… Они вырастают. Понимаешь, да? Чтобы как поставить точку? На самом деле, любая философская система, она ведь не так возникает, что человек рассуждал от нуля и получил какой-то результат. Сначала у него есть какое-то желание, чтобы было именно так. Потом он ищет об основании, каким образом это свое желание можно реализовать в виде философской системы. Как бы находит систему доказательств. Все как раз обратно состоит. Поэтому действительно в основании любой антологии лежит долг долженствующий. Почему? Потому что я хочу, чтобы так было. И доказываю, что это так. Доказательства ведь нужно всегда только тому, что не так. Я хочу дважды два. Ну вот, например, физик уже думал, что, например, все состоит из тепловода и атомов. А потом начал думать, что все состоит из кварков и вакуумов. А физик знаешь, как делают? Когда возникает опыт, который противоречит теорию, ты говоришь, что такое убыть не может. И начинает искать обоснования, почему здесь какую-то обход гипотезу, почему здесь на самом деле все нормально. Я хочу сказать, что не из желания это возникает. Нет, еще раз говорю, что из желания в том смысле, что первоначально все равно есть некого рода вопрос. А из истинности? Никакая наука, никакая религия, никакая система не могла бы достигнуть и закончиться. Закончилась, на самом деле, опять же, не курд, полнота, желание создать единую теорию вещества, или единую теорию поля или что-нибудь в этом роде, у всех таких, как в основании жить, должностные, что должно быть так. Вот совсем недавно хороший пример был, как бы, начали изучать, сколько там планет вращается в нашей Солнечной системе, и выяснилось, что на самом деле их больше, понимаешь, но специальная была конференция, посвященная тому, что, как бы, назначили, чтобы их было здесь, из соображений, как бы, красоты. Потому что, как бы, там, если все остальные посчитали, какие-то астероиды нанесет. Но это же, опять же, никакого отношения не имеет к реальности, это имеет и это отношение к тому, как должен быть. Как должно быть? Должно быть красиво. Все. Ага. Почему? Мне казалось, что наоборот, Лутон просто из этого исключили? Ну, там исключили, но на каких основаниях? На основании того, что просто как бы должно быть столько, которое должно быть не больше. Нет, вы сказали, что маленький вообще. Ну, ты что, ну, вот это же смешно, понимаешь, он есть как бы, даже название у него есть, но он маленький. Ну, это же разговор о словах. Да это не название, это разговор о том, что даже наука двигается красотой или долженствованием, понимаешь? Нет, это коллекционирование марок типичное. Ну, так их поделил. Ну, на самом деле, ты же, когда строишь как бы теорию социальности на основании простой интуиции, что все вокруг это сплошные потребности и общество потребления, ведь точно так же исходишь из того, что так должно быть. Не так есть, а тебе наплевать, что это не так, что другие говорят, что это не похоже на правду. Ты просто хочешь, чтобы это было так, и опять же накладываешь свое долженство на это, и из этого делаешь выводы. И любая, на самом деле, теория так делает. Она обобщает там, а ей наплевает на реальность, на самом деле, понимаешь? Она хочет, чтобы так было, чтобы было красиво, просто и красиво, чтобы какие-то там качки обсуждают только машины. А у них там пустая голова, да? Ну, наверное, нет. Ну, наверное, нет. Но когда они находятся в определенной социальной среде, они себя становятся нарушены. Ну, я же говорю, социальные скотинки же, получается. Да. Ну, ты же сам понимаешь прекрасно, что это не так, что реальность не такова. И поэтому это у тебя не антология. Не антология, я тоже говорю, что не антология. Я не знаю даже, как это назвать. Это не антология. Потому что антология, на самом деле, как ты правильно скажешь, то, в чем не сомневается, но то, в чем не сомневается, его часто и не знаем. То, что мы знаем, то мы сомневаемся. то мы живем так очевидно, что мы даже не задумываемся об этом. Вот это антология. А бывают люди без антологии? То есть это не бывает же людей, которые не знают, что есть по истине. Наверное, каждый даёт это понимать. Ну, знают, наверное, не бывает, да, такие всё-таки. Люди без антологии как бы обижают. Бывают люди без укоренённости в какой-то картине мира, бывают? У всех есть картинами мира. Нет, понимаете, что в картине мира есть какое-то упование на ценность. Картина мира. Поэтому я говорю об атласе. Живу локально и всё. Поэтому я говорю об атласе, да. Локально живу во многом. Я не согласен. Опять же, это мы переходим к современному человеку. Это отдельная тема. Постмодерн там и что с нами случилось в последние 40 лет. Понимаете? Если мы переходим к нашим уже дедам, да, вот, а тем более там про прадед, дедам, там, насколько я понимаю, было совершенно другое отношение. Естественно, картина мира это как некая целостность и понималась. Понимаешь, да? Некая религиозная картина мира, без сомнения, была целостной. А в этом смысла великий. Да. Это замкнуть как бы мир полностью. Да. И картина модерна в 19 веке была целостной. Она была развивающейся, но целостной. Понимаешь, да? И совершенно другое дело вот современный человек. Но я не хочу даже начинать об этом говорить, поскольку это очень сложно. Вот там уже и набор карты, региональные антологии и все, и все, и все прочее. Ну, все. Продолжение следует...